приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео продолжаем двигаться по новой ветке британские колесные средние танки и мы уже дошли до шестого уровня в начале традиционно показываю трех победителей по 500 золота из youtube и трех из vk видео для принятия участия в розыгрыше если вы играете на рубай регионе пишите комментарии в конце ник танчик наш называется stockhound mk3 это гонщий пес который производился концерном general motors с октября 42 по 43 год таких бронеавтомобилей было выпущено 2844 штуки а именно модификация нашего гончего пса mk3 это была самая тяжело вооруженная модель еще немного скажу про этот танк то что на него не так уж легко взять мастера планка 1300 с хвостиком опыта и на этом танке не так уж легко это делается поскольку если сравнивать этот танк с прошлым пятым уровнем то у нас просто некоторые циферки немножко подросли и по сути все вот давайте посмотрим на броню и видим что в колледжен модели просто полное отсутствие брони так сказать танчик фугаса приемник также в бою на фоне который я играл вы видели в начале одну из последних рабочих подсадок поэтому пользуйтесь берите себе на вооружение что касаемо самих параметров этого танка здесь реально орудие стало немного лучше в плане альфы и в плане пробития пробить и основным снарядом 138 специальным снарядом пробить и 190 и на шестом уровне это пробитие прям немного выше среднего и альфа у нас 125 конечно альфа выросла не слишком сильно но немного пострадала у нас сведение и точность 038 точность сведения 2 и 2 орудия кажется немножко кривоватым так при этом у нас и обзор 360 хотелось бы побольше я провел расследование и выяснил что на каждом уровне танки к обзору получают плюс 10 метров таким образом к 10 уровню у нас получится 400 а вот на шестом уровне у нас 360 боезапас у танка 50 снарядов и я скажу что он часто заканчивается особенно когда подходишь уже к мастеру на пятом уровне 80 снарядов и там как-то их хватает с головой а вот 50 снарядов с альфой 125 как-то маловато дпм у нас 1973 орудие вниз опускается на 7 радусов вроде плюс-минус все комфортно максимальная скорость вперед 60 удельная мощность 24 если танчик полностью в топ прокачать и колеса и двигатель то более-менее можно играть активно также из-за того что планка на мастера такая высокая нужно прям пройти огонь воду и медные трубы чтобы добраться до этого мастера прям надо поучаствовать в бою во всем что только можно успеть при этом сам танчик по параметрам смотришь но это просто немножко улучшена версия пятого уровня и на шестом уровне очень тяжело составлять конкуренцию таким легендарным имбовым танком как м6 type 64 очень много барабанных хороших танков на шестом левеле ну и куда же без всяких фугасниц по типу подарочной в кашке у которой очень жесткое орудие и с такими танками очень тяжело конкурировать когда у нас плюс-минус все обычное разве что пробития чуть побольше чем у одноклассников поэтому я считаю этот танчик в ветке проходным и даже посложнее чем остальные на нем решает именно скилл поскольку за счет скорости нужно прям по всему бою кататься и за счет скилла набивать урон играть как танк поддержки ездить по карте и всем помогать вот как вы в бою на фоне видите я разменил всех своих союзников помогал им поэтому и получилось набить много урона и получить мастера на мой взгляд на шестом уровне есть очень много имбовых танков с которыми этот танчик не конкурент я бы его не стал оставлять это чисто проходной танк при этом на нем за счет скорострельности и максимальной скорости большой можно успеть много настрелять урона но это очень сложно полевую модернизацию вы видите на экране оборудование досылатель просветленка вентиляция если карта какая-то городская то можно поставить и стабилизатор вместо просветленки поскольку орудие не самое точное с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока